Здравствуйте, друзья! Российские оккупанты на территории Украины, кроме своих качеств, трусости по отношению к вооруженным украинцам и жестокости по отношению к беззащитным, имеют еще одно просто неимоверное свойство, которое полностью поражает украинцев. Это, конечно, российский свинюшник. Это просто неимоверный свинюшник. Любые территории, которые освобождаются от агрессора, они загажены до такой степени, что это просто невозможно вообразить. То есть русские ходят под себя, ходят в туалет там, где спят. Например, медину разводят в умывальниках, бросаются какашками в квартирах людей в стену, руками берут эти какашки. Ну, короче, это просто пещерный век. И мне кажется, что вот эта разница, разница чисто бытовая, она больше, чем что-либо иное, очень ярко показывает, что в действительности украинцы с русскими никакой, ни один народ. И оказывается, сейчас я вам покажу, что такая дистанция была всегда, и более того, эту дистанцию очень сильно замечали иностранцы. Я вам сейчас покажу документ одного автора, английского путешественника, который путешествовал по территории пограничия Украины и России, именно там, где сейчас идут бои, в 1790-х годах. И вот он уже тогда развел такую русофобию, которой позавидуют Джонсон и Бен Уоллес и весь, так сказать, Ми-6 и все остальные. Именно поэтому произведение этого путешественника никогда не публиковалось в России. То есть я брал, читал ее, переводил с английского языка, но я оставлю вам ссылочку, и каждый из вас сможет сам перевести и прочитать. Это просто замечательнейшее произведение. Потому что человек действительно очень талантливый, ну, как, собственно говоря, много английских путешественников в 18-19 веках. Таким образом, Эдвард Дэниел Кларк. Путешествие по украинскому пограничию с Москвией. Кстати говоря, он привез в британские музеи огромное количество античных культурных артефактов из Османской империи, из Азии и Африки. Его произведение называется «Путешествие. Две точки. Рассирия, Россия, Тартария и Турция». 1830 год, но она выдавалась и раньше. Вот что он пишет. «С тех пор, когда мы оставили Тулу, заметное изменение в чертах народа. Этого мы не смогли объяснить. У крестьян чаще всего были прямые желтые волосы, как у жителей Финляндии, и такой же цвет лица, не похожий на поляков или казаков. Из Усмани мы приехали в жалкое село Подулка Московское, где даже ночью не смогли зажечь свечу. Ничто так не шокирует, как вид их нищих лачуг, открытых к всяческой непогоде, лишенных всякого малейшего комфорта для жизни. Как говорили жители этого села, они переселенцы из Твери». Подулка Московская. «Мы часто встречались с караванами малоросов, которые полностью отличаются от жителей остальной России. Их черты польские или казацкие. Они более благородны, гостеприимны и красивее, чем русские, и превосходят их во всем, что может возвысить один род человеческий выше другого. Они более чистые, трудолюбивые, честные, щедрые, более вежливые, смелые, более гостеприимные, по-настоящему благочестивые и, конечно, менее суеверные. Первое поселение малоросов, которое мы увидели, называлось Локово-Слобода. Это на Слобожанщине, на украинской Слобожанщине. Дома все были отбелены, как многие коттеджи у Эльса. Их красят каждый год очень тщательно. В жилищах здесь появилась такая исключительная чистота, которую путешественник только мог себе представить, будто проехав несколько миль от России в Голландию. Их дома и даже потолки и сволоки под потолком регулярно моют и белят. Их столики и лавочки сияют чистотой и напоминают интерьер коттеджей Норвегии. В их домах, конюшнях и всем, что принадлежит им, заметна аккуратность и предприимчивость. В мебели их маленьких кухонь вместо темноты и дымного оттенка русских домов мы везде видели блески чистоту. Их посуда была вся вытерта и хорошо отполирована. Вообще дома малоросов выглядят как валийские, ну то есть как в Уэльсе. С норвежским интерьером и английскими садами вокруг. Нигде нет и намека на грязи или паразитов. Малоросы своими чертами напоминают казаков. Эти оба народа похожи на поляков. Их язык яркий и полон уменьшительно ласкательных слов. Но сходство этого народа по элементам одежды и манерам в сравнении с горцами Шотландии ошеломляет. Ближе к южной части империи особенности характера русского народа встречаются все реже. К счастью для путешественника, поскольку увеличивается расстояние от той части страны, которая ошибочно считается цивилизованной. И теперь он меньше жалуется на кражи, мошенничество и непристойность. В северных провинциях предупреждают путешественников, чтобы остерегались жители Украины и казаков. Но мы жили рядом с городской тюрьмой и не стоит упоминать, из какой нации происходило большинство ее обитателей. Россиянин считает опасным путешествовать по Украине и вдоль Дона, потому что он осознает, что жители этих стран хорошо знают, с кем имеют дело. Казак, когда он на войне и далеко от родной земли, является грабителем. Ведь дирозорение является частью военной дисциплины, которой он обучен. Но когда путешественник входит в землю, где живет казак с семьей и доверяет им присматривать за своим имуществом, никто не будет более гостеприимным или более честным. Что касается жителей страны под названием Малороссия, то французский джентльмен, давно живший в этой стране, уверял нас, что он не запирает на замок дверь собственного дома и отправляет собственный багаж без замков на расстояние 500 миль, без риска потерять что-либо, как это бывает даже в Швеции. Мы выехали из Павловской в Казинский хутор, поселок, населенный одновременно малороссами и русскими. Разница между этими народами заметна без малейшего исследования из-за поразительного контраста чистоты и грязи. То, как удерживались кони в конюшне, дало бы фору конюшне любого вельможи Британии. Дом бедного головы села был великолепен. Каждая вещь была чистой и пристойной. Нигде не было мусора. Все было настолько чисто, что впервые мы колебались. Следует ли чистить наши сапоги, прежде чем входить в дом, на полу которого мы были бы готовы обедать с большей охотой, чем за столом любого русского князя. То есть на полу украинской хаты лучше обедать, чем за столом любого русского князя. Если бы счастье было найдено, то можно сказать, что его резиденция в Добрынке, где живут малоросы. Это спокойное и приятное место. Маленькие белые домики, живущие здоровыми, очевидно, довольным обществом. Чьи члены живут в покое, лишенным шпионом, сборщиком налогов, полиции и других мелких деспотов страны. Мы были приняты в одном из их дворов с сердечным приветствием и улыбкой, сильно отличающейся от насупленных бровей и подозрительных глаз, к которым мы так привыкли в России. Малоросы с многочисленными их семьями сидят на земле кругами, ужинают у своих аккуратных домиков. И все это веселое веселье и вместе излучают радость и покой, столь редкие в России. Вот такая вот русофобия. Ну, с чем это связано? Это связано, что совершенно разные народы, совершенно по-разному формировались. У россиян кочевой первобытный общинный строй был где-то, ну, две тысячи лет назад, может быть, полторы тысячи лет назад, в некоторых территориях триста лет назад. И, соответственно, формировались одни черты характера, которые не склонны никакому, ну, никакой сотрудничеству. То есть, главное украсть, как у первобытных людей, главное украсть и съесть, пока другие не отобрали. Вот, украинцы уже прошли этот путь шесть тысяч лет с конца каменного века, уже научились сотрудничать, поняли, что сотрудничать это полезно. Это может быть взаимовыгодно и вообще обогащать всех. Вот, и поэтому совершенно другой менталитет. Поэтому, друзья, что касается грязи, то, конечно же, люди, которые не уважают себя, по которым топчется их власть, которые чувствуют пренебрежение по отношению к себе в своих малых лет, которые унижены до такой степени, что могут получить какую-то психологическую разгрузку, только унизив кого-нибудь еще более несчастным, сделав, чем сами они. Такие люди не могут никакую чистоту игре терпеть вокруг себя. Они пытаются привести окружающую чистоту в согласие со своим собственным внутренним дерьмом, которое у них в голове и в середине. Поэтому мы видим такое говно остается после... Темные пятна и говно остается после российских оккупантов на украинской территории. Вот сегодня водрузили наш военный флаг на Змеином. И там что там? Там говно и темные пятна остались от русских оккупантов. Поэтому, друзья, я оставлю ссылку на книжку Дэниела Эдварда Кларка под этим видео. «Читайте на здоровье» длинная очень книжка. Никогда не печаталась в России и, наверное, никогда уже не будет напечатана. Да я, собственно говоря, думаю, что в России вообще в будущем будут печататься очень много, очень мало книг. Будьте здоровы! Продолжение следует...